Наши эксперты будут понимать, что завтра не нужно. Наши эксперты будут идти в виду на месте, чтобы мы увидели наши эксперты на месте, видели проблемы и оценили реальные условия. Вы-мем, из-за вашего бокса, мы можем вас описать в Франции и показать вашим специалистам. Есть примеры решения подобных ситуаций для того, чтобы вы видели, для чего нужно право, и какие финальные результаты. И на эту возможность, когда мы вернемся, мы сделаем диагностику, для того, чтобы осуществить какие варианты необходимы. И, после такого результата, мы можем, французских экспертов в Украине, уже провести предыдущую диагностику для того, чтобы оценить какие варианты будут оптимальны. После этого диагностики, наступный этап, это проведение исследований технического и экономического оптимирования. И наступный этап, уже самая техническая и экономическая оптимирование. И наступный этап, это проведение исследований для того, чтобы создать эти исследования, которые помогают в Украине, которые помогают в Украине. И, параллельно, такие попереднические экономические оптимирования позволяют искать джерела финансирования. Потому что, если мы не знаем что мы строим, ни почему мы строим, ни какой будет бюджет, мы не будем найти финансирование. Потому что, если у нас будет четко понимание что мы будем строить, для чего мы будем это делать, и какая будет важность такого строительства, мы никогда не сможем изменить эту инвестицию. Уже наш многоречный исследователь показывает нам возможность использования разных джерел финансирования. Мы сможем вам допомогти представить ваших заявок на финансирование, поскольку заявка подается от имени громады, но мы сможем сопровождать вас в подготовке таких заявок. чтобы начаться украина, которые сейчас известны, и, вредные, которые у нас поездки бывают бюджеты, монгальные банки и которые защиты всем понимать. Мы сможем начать украинские банки, которые сповпрацуют сообщественными банками, которые 分щают универсого бюджета для обеспечения. Как и то есть, у нас есть варианты. Если у него бюджет более большой, то мы можем увидеть с бюджет или Если бюджет будет большим, тогда мы можем обратиться к европейским банкам, которые работают в Украине, например, европейские инвестиционные банки или европейские банки реконструкции и развития. Если бюджет еще больше, тогда мы можем обратиться к световому банку. Я не буду сегодня переработать все возможности, но суть в том, что есть несколько разных возможностей заручения финансований, которые залежат от масштабов и бюджетов проекта. И это немного сложный, потому что каждый банк имеет различные процедуры, которые не могут быть присутствием. И так же, каждый банк имеет свой формат для заявки. То есть для каждого банка нужно контролировать заявки в соответствии с тем форматом, который назначает сам банк. И параллельно, естественно, мы должны изучить вопрос экологии, потому что банк не будет финансировать проект с экологией. Ну, естественно, для таких исследований очень важны для экологических аспектов, потому что ни один банк не выделит финансирование на проект, где будут суммы еще на экологической исходовой. То есть, отдельным аспектом будут исследования связанные с экологией, как, например, исследования вплива на довкилля. И даже банки предлагают им иметь обеспеченный аспект, то есть, они не могут сказать, что я финансирую с экологией, но и оборудовательная и оборудовательная и оборудовательная. И если все это все перемен, то это называется цикл эллипс. Так что они должны посмотреть, чтобы получить небольшую описку с экологией. Так, и так само, еще важный вопрос, что некоторые банки не согласны выделять финансирование суда, например, для водоводведения. То есть они будут требовать глобального расследования проблематики. В этих заявках нужно будет прописать, как вы видите, развитие системы водопостачения, водоводведения, то есть водного цикла за хором. И так я думаю, что этот факт глобальный может быть очень важным для вас, потому что этот факт глобальный, это который смотрит урисовки. Если он знает, что его оузе нет, он не хочет. Если он не хочет, и он не хочет, и он не хочет. Я думаю, что для вас это очень важный момент, поскольку вы предпочитаете приемы туристов, если хорошо будет организован водоводведение, но это будет плохой качество, это так само будет влияковать туристов. А потом, если вопрос о водопостачении будет вырешено, а стоки будут просто волноваться на улице, так само это будет aspect, который выделяет туристов. На белой регион, которую вы имеете в виду, нужно valorировать, потому что это прекрасный кадр для солнца. И если у вас есть регион, то есть для них, потому что, сегодня, туристы исключатые зоны экологически хорошие, которые не будут проводить свои vacances в экземе. Конечно, те природные богатства, которые есть в вашем регионе, необходимо подразумевать. То есть у вас очень много природы, и самый экологический асперт, это на вагу золото. Сейчас туристы приезжают только в те места, где чистая экономика. Спасибо. 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 Продолжение следует...